Все, отлично, поехали! Всем привет! С вами Каймалют, в воскресенье в 8 вечера и для сервера Хатас сегодня, наконец-то, не самое обычное воскресенье Осады! Первый осад на сервере Хатас стартует уже буквально через пару минут На стриме у нас задержка в 2 минуты, на всякий случай, чтобы вдруг ничего не спалить Учитывайте это, когда вы пишете и ждете ответ на свои вопросы в чате А так, всем привет! Из необычного, да, из необычного сервера Хатас у нас Это новый молодой сервер, который открылся 24 апреля Сегодня 22 июля, прошло, сложная математика, раз, два, три месяца Почти три месяца прошло со старта сервера Хатас И, как вы знаете, да, с новой клановой системой пятый уровень, который требуется для участия в осаде Теперь качается небыстро, и вот за три месяца всего буквально там 8-9 кланов его докачали Поэтому было принято решение, что на первых осадах будут открыты всего два замка для участия в осадах на сервере Хатас Это замки Руна и Дион Соответственно, сегодня именно их и будут освобождать кланы на 8 кланов 2 замка Посмотрим, что из этого выйдет Выйдет ли какая-то лютая заруба и придут ли все эти кланы на осаду? Очень хочется верить, что да, хотя, с другой стороны, сейчас на сервере Х2 опыт, и я слышал от них товарищей, что, может, лучше покачаемся, но все вот это вот карибирское начинается, да Так, сейчас Так, да, и, соответственно, два замка доступно Чем больше будет появляться кланов пятого уровня на сервере, тем больше будет появляться Ну, чем больше замков будет доступно для осады со временем Все, осады начались, замок Руна, замок Дион Поехали смотреть Кто основные претенденты, да Так, надо вырубить движение по ПКМ-очке Все, отключили, окей Основные претенденты у нас это кланы, само собой, Rise of Abyss, я думаю, представления не нуждаются И клан Трибунал, вот они, собственно, прямо сейчас выдвигаются Так, проверим, что стрим идет Твич Меня видно? Да, все, вижу, стрим есть Привет тогда всем Готовимся смотреть Надеемся на лютую зарубу Я уже сто лет и сейчас не стримил вообще осады на мы Непосредственно будем межсерверные осады Больше года назад Будем смотреть, вспоминать Должно быть интересно Да, ну и в конце стрима Для тех, кто досидят, доживут до конца осады Разыграем пять промокодов На две недели премиум каждый Поэтому оставайтесь, для зрителей тоже будут ништяки Так, ну помимо кланов Трибунал и Rise of Abyss есть также и другие кланы Инферно, Хейт Крю, Империум, Авар, Друно, Liquid, and Friends Ну, собственно, это второй состав Friends, да, это второй состав Liquid, очевидно Может быть союзники, но они в одном альянсе, как вы видите Будем посмотреть Так, здесь уже стоят ребята Входит по ущелье из клана VIP По лицу Идем дальше Еще клан Black Hearts есть, точно Девятый клан Так, в PvP-зону врывается клан Трибунал Внутри должны уже ждать Rise of Abyss Смотрим, где Ро А, Ро уже внутри, смотрите Ворота сломаны И, очевидно, вовсю уже готовятся к касту Ну и занимают позиции для PvP Что интересно, в принципе, да На Хатасе, да, эти Хасад Между собой, прям в лоб в лоб Особо даже и не сталкивались кланы Трибунал Ро Это будет первый их масс-пвп Посмотрим, что это выйдет Трибуналы то ли регруппуются То ли ждут каста от Ро Чтобы пойти уже потом Но не знаю, насколько это хорошая идея, если честно Ждать, ну, смотрите Они в сам замок не идут Они предпочитают пока что остаться Перед входом В замок Но посмотрим, что получится Что по количеству Ну, где-то около сотен, наверное, суммарно, да Наберется трибуналов Ну, поменьше, окей Чем сотня, наверное, тут Раз пачка, два пачка Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь, девять То есть это где-то Ну Человек семьдесят, наверное, где-то так Ладно, пока я проследую внутрь Что это за хроники? Это Lineage 2 Orphan Основная версия Lineage 2 Обновление, которое Вот, Норфин Появилось в игре вот буквально две недели назад И первая осада на сервере Хатас Это хорошо Еще бы Да, Ро уже здесь Убивают Всяких Левых товарищей Которые сюда пришли Может, чьи-то твинки А может, кто-то пришел Просто поглазеть Ро Занимают А, вот, они уже закончили кастовать Печать тьмы Победил клан Race of Abyss Четыре минуты потребовалось Им для захвата замка Две из которых делился каст Неплохо так Посмотрим, что теперь На это ответят трибуналы И смогут ли что-то ответить На самом деле, по-моему, было опрометчиво Так легко вообще И без боя отдать замок Сразу же Но, возможно, они что-то знают Возможно, в этом был план Трибунал поставили флаг И врываются Окей Не тормозил Хотя у них еще, смотрите Там пара пачек Только-только догоняют остальных Но будем посмотреть Так, должны были ломать кристаллы Вообще Да Кристалл ломает трибунал Похоже, начинаю понимать их задумку Да, они хотели, чтобы Роа остались в замке Ну, Роа получили замок Но при этом Сразу же были лишены всех Преимуществ владения замком Да, чтобы им Нужно было Долго респауниться Не было возможности рессаться И за счет этого Трибунал со своим флагом Будет побеждать ПОП Ну, посмотрим, посмотрим Кстати, Роа Загастовали замок за хму Хотя, ну, сейчас Это, наверное, не сильно даже важно Окей Кристалл ломается Не так уж, кстати Быстро он уходит Как мог бы Я думаю, что стоит Подальше сделать Качество снизим А вот персонажей Расширим Будем лучше всех видеть Пускай даже это будет Не самая красивая Картинка Зато мы будем видеть ПОП целиком Да, и вот оно уже идет Доломали кристалл ПОП развязывается Перед входом Перед вторыми воротами В замок Роа держит проход Вот, трибунал пытается Их продавить Потихонечку заходят Первая створка сломана Неплохо бы и вторую Доломать Ну, она хоть как минимум Обзор закрывает Это нехорошо Первый пак Роа пал Ну, один хир Правда Пришел убежать Встал Ну, далеко Далеко не ушел Бывает Жесткий БДСМ Да, и правда Так, и трибунал Уже врываются Хотя это довольно растянуто Но поднимаются Вверх На вертолетную площадку Руны Будем посмотреть Блэкхолл, разумеется Роа ставят на вход Собираются Максимально ли принятие Вот на этом вот Подъеме Просто уничтожить Не пустить дальше Вообще никого Получится ли? Трибунал теперь Регруппается Да, понимает Что по одному бежать Это в принципе Глупая затея Вас там Отлично и примут Ну и смотрим Тяпка Лидер трибуналов На хатесе Вот он С своим паком Урывается первым А, смотрите Что интересно Трибуналы решили Напасть с двух сторон И сдалили клан Кстати, хорошо получилось Потому что в итоге Все Роа Отвлеклись именно На тех, кто заходили Слева и справа Вообще можно спокойно Зайти Да, все эти блэкхоллы Пропали Там тебя никто не принимает Это вообще Неплохо сыграно Но с другой стороны Они пожертвовали Большим количеством Представителей Клана Трибунал Вот они Мертвые Валяются Неприятно Но еще есть флаг Они еще могут тресаться Нужны кланресы Нужно максимально Максимально давить оппонентов И теперь Роа уже Ну, разумеется Заметили Да, хоть и слегка И запоздало Что их давят С другой стороны И Вою Теперь на два фронта С другой стороны Трибуналы С того, что разделенные У них клан скиллы Друг на друга Но не сильно Не сильно достают Да, и те же самые Даже банальные Банальные рессы Поэтому по-хорошему Роа нужно бы Задавить С одной из сторон Трибунал И То есть Направить свои силы На Один из подъемов И потом уже Давить второй Практически Это они сейчас и делают Заточились на Правой половине Бесконечные Мана щиты У магов Хех И просто Уже спускаются Сейчас, видимо Пойдут до конца Наверное Пойдут даже Ломать флаг Ну и Пвп Выигрывает Клан Райсов Абис Первое Столкновение Произошло Здесь уже Встречают Трибуналы Но они Опять же Очень сильно Очень сильно Растянуты И Нужно Как-то Наверное Регруппнуться Трибуналом И лучше Подделать Вот да Принимать Принимать У ворот Ро Это наверное Было бы лучшее решение Сейчас Жаль Только Что Часть Воинов Трибунал Уже потеряли Но ничего страшного Бегом вставать К флагу И по новой В бой Пока есть флаг Это еще Это еще Возможно Так Так что Что здесь С трибуналами А Чего Их так мало А вот Смотрите Они только Только Регруппаются Только Добегают Почему Почему Так Долго Проблема В том Что Пока Регруппаются Одни Умирают Другие И такой Бесконечный Поток Который Ро Таки Одним Потом Своим Решающим Рашем Просто Прервут И раздавят В какой-то Момент Мы видим Что Очень много Заходит Ауешек В Пространство Между воротами Ну И Представители Клавно Трибунал Умирает Греба Чащих Хотя Ро Смотрите Тоже Периодически Падают Есть Конечно Свитки Самореза Под ними Еще Будут Какое-то Количество Римни Вставать Да И Перья Все дела Тоже Никто Не Отменял Пошел Раша Тро Флаг Трибунала Пока что Целый Ро Уже Вынуждают Тэшек Отступить И Похоже Пора Легру Подсов Флага Полномерно Тэшек Продавливают Трибунал Дерутся И даже Убивают Ро Но В целом Все равно Ро Оказывается Сильнее Живучее И так далее В итоге Уже Оттеснили Тэшек Просто Под свой Флаг И вы Не смотрите Они просто Уже Мертвые Под флагом Валяются Ех Думается Мне с такими Темпами Трибунал Сейчас Ничего Не сможет Сделать Да Им просто Нужно В город Уже Вставать И оттуда Регруппаться Увы Увы Для них А что с Дионом Что с Дионом Давайте быстренько Посмотрим Захватил ли Кто нибудь Дион Дион Захватил План Хейт Клю Сделали Довольно Быстро Я думаю Сейчас Закончится Пвп И Мы отправимся Смотрите Дион Флаг Умирает Очень быстро Посмотрите Его там Бьют Буквально Три человека По сути Он только Один Акими Бьет Ноки Там Шумак Заливает Страны Но Флаг Можно сказать Что уже Закончился Учитывая Что трибуналы Никак его Не могут Задевить Что ж Давайте проверим Дион Пока Итак Смотрим Дион О На Дионе Тоже Своя Война Это Класс Напомню Хейт Крю Владеют Замком И Вот Они Черный Черный Значок Со Смайликом Красноглазым Воют Они Просто Против Всех Кого Могут Клан Ликвид Ликвид И Фрэнс Поэтому Фрэнс Тут Не так Уже Много А Ликвид Вот Есть И Потихоньку Потихоньку Такие Их Хейт Крю Продавливают И тут Еще есть Ребята Из клана Инферно И Я не знаю В союзе Нет Вряд ли Они в союзе С Хейт Крю Действуют Сами по себе Что-то Изи для Ро Да Да Ро Ну я бы сказал Что изи Трибуналы Неплохо Отбивались Но Видно Что Ро Сильнее Да То есть Тут Очевидно Что Лоб в лоб После этих Пвп Понятно Драться У Трибунала Не выйдет Нужно Что-то Придумывать Нужно Самим Быть нормально Регруппнутыми У Трибунала С этим Были проблемы И Как-то Растягивать Подлавливать Оппонентов Вырубать Контролировать Ключевые Таргеты Тогда Быть Может Что-то У них Получится Но Лоб в лоб Уже Понятно Что Нет Такого Не будет Вот это я просто замес Всем замес Замес Все кланы Пришли Первые осады Пропускать Нельзя К черту Все эти Х2 Успеется еще Покачаться Да Осады Первые осады Бывают только раз Ну и пока Замки еще Нечейные Пока еще Ничего Непонятно Чего бы Не подраться Не поместиться Тем более Что Сколько Можно Пвешить Нужно Иногда И повоевать Все-таки Это Шелл 2 Так Флаг Вардруна Стоит Его немножко Покусали Но в целом Он практически Фулл ловый Воюют они С Хейт Крю Хейт Крю Вынуждены Постоянно Драться с кем-то Да Они просто Бесконечно Отбиваются И в целом Они конечно Сильнее Выглядят И тех ребят Которых они Убили до этого И Это были Ликвид И Энд Фрэнс И Вардруна Да Явно Тут потихоньку Потихоньку Но таки Падают Хейт Крю Продавливают Своих оппонентов Замок За ними И пока У них все Вообще Классно Да Они занимаются Тем что Пвп Штатся В пвп зоне Замок Под контролем Пвп Они выигрывают И Все у них Окей Окей Что по другим Замкам Замков всего Два Руна И Дион Поэтому Будем прыгать Между ними Остальные Замки Для Асад Пока что Недоступны На сервере Хатас Обработка Арочки Кайф Да И Хейт Крю Уже Просто Выгоняют Вардрунов С Их Флага Сам флаг Пэта Пока никто Не бьет Всем не до него Но Хейт Крю Выигрывает Очередное Пвп Жарковато У них На Дионе Но Тут теперь Всем Кто воевает Против них Наверное Нужно как-то Собраться Нападать Одновременно Пусть даже Они не союзники Но Враг моего Врага Мой друг Наверное Как-то так Нужно Сейчас подумать И Ликвидом И Фрэнсом И Вардруном И просто Со всех сторон Атаковать Хейт Крю Вместе у них Точно получится Вроде как Вроде как И друг друга Не бьют Все Дружно Бьют Хейт Крю И Тогда Они смогут Прорваться В замок Ну а там уже Кто закастует Там уже Можно и подраться Если что Так Давайте вернемся В рону Посмотрим Что происходит Там Так В самой Руне Регруппуются Трибуналы Похоже Здесь же есть И Представитель Ролина Трибуналов Здесь как-то Маловато Я бы сказал Маднес Так Смотрим Ага Вот Основные силы Трибунал Здесь Они Перед мостом Перед входом Пвп зоны Тут же многие На самом деле Зашли в эту Самую Пвп зону Здесь же В райтермун Это похоже Нет Отдельная пачка Не с трибуналами Окей Игра пройдена Райсов Абис Зафармили Ихатас Но Пока еще рано Об этом говорить Ну что что А фармят Второго Хорошо И этого у них Точно не отнять Трибунал Игру будет Стересно А что у них По количеству героев Похоже Что все-таки Большинство Уро Нам надо будет Посмотреть Прямо сейчас Слетаю И посмотрю В конце концов Чего это Подтолкнул Так Где Ого Дожди Давайте посмотрим Не вовремя Улетел Ладно До столба И обратно Давайте До столба И обратно Список героев И бегом Обратно Так Уро Уро Много героев Сразу видно Да Раз Два Три Мне короче Лень считать Давайте лучше Почитаем Героя Испонент На вертолетке Сразу Да Ну а что Все что им Нужно было По идее Сделали Сходили Выиграли Флаги Сломали Спешить им Поэтому От Хода Противостояния На Руне Насколько Оно будет Оживленным И жарким Зависит Судьба Диона В том числе Многие Опасаются Того Что Ро Заберутся Просто Оба замка Остальные Кланы Останутся Ни с чем Разумеется Ро Этого Хотят Но Трибунал Под силу Как минимум Этого Не допустить Врываются Тэшки Врываются Тэшки Под Селестилами И Сразу же Заходят На площадку Над вертолеткой На балкончик Правда Как-то Я бы не сказал Что они делают Это Синхронно Да Смотрите Кто-то побежал Кто-то остался Кто-то умер Как-то Хаотично Очень Действуют По-моему Тэны Вертолетки Такого делать Нельзя Когда ты забегаешь У врага Но тут Нужен Четкий план А это Выглядит Очень странно Просто Они сейчас Пределились Кто-то умер Раньше Кто-то Видимо Умрет Позже И По-моему Это ужасное Начало Пвп От Трибунал Только Начало Надеюсь Будут Качели Но Все зависит Разумеется От Ро И Тэ В первую Очередь Пока Что Трибуналы Как-то Странно Действуют Вот до этого Они классно Да В прошлом Пвп Они пришли На вертоводку Хорошо Разделились Грамотно Грамотно Принимание Ро Но этот Заход Это Прям Полностью Провал На мой Взгляд Ро Даже Почти Никто И не Умер Похоже Флаг Господства Стоит И Куча Мертвых Тэшек Вокруг Хех Окей Представители Трибунала Продолжают Жить Но Вот Скорее Только Жить Да Кто-то Смотрите Бегает Там Внутри Замка Хотя С другой Стороны Если Эти Ребята Сломали Сломали Кристал То Это Не так уж И плохо Сейчас Проверим Где Флаги Для Ногла Вроне Подскажи После Первых Ворот Внутри Дворя Давайте Проверим Что С флагом Должны Были Смять Сломать Хочется Верить Что Ну Им На Немного Так Добежим До Флага Посмотрим Да До Флага До Башни Сторожевая Башня Сломана Окей Окей В целом Неплохо Ну То есть Как Меним Цель на Раш Они Выполнили Вернемся Пока На Дион Тут Явно Трибунал Нужна Будет Сейчас Какой-то Ременая Группа Они Очень Сильно Там Растянулись Тату Уми Раньше Позже Сейчас Я буду Собираться А На Дионе Продолжается Бесконечная ПВП Движуха Веселуха Хейт Крю По-прежнему Отбиваются Ото всех Подряд Воюет С Вардруной Вардруной До сих Пор Целый Флаг Хейт Крут За это Время Такого Не сломали Ладно Решили Что Черт С ним Окей Продолжается Вардруна Даже Кого-то Убивают Но Происходит Это Не быстро Назовем Так И Своих Они Ребят Теряют Больше Хотя У них Пока Что Есть Флаг И Флаг Еще За Ними Это Хорошо Посмотрим Что Происходит На Правом Фланге Флаг Ликвид Также Стоит Практически Целый Половенчатые Стены Никто Их Не Ломает Здесь Бегает Сейтли Ликвид Нет Кого-то Бегут Или За Кем-то Непонятно Так Ликвид Бегут Их Союзников Фрэнс Я Не Вижу Игру Пульс Своего Флага Вот Если Сейчас Будут Тянуть Пока Там Вардруны Умрут Это Будет Не Очень Хорошо Для Ни В Том Числе Самое Время Ударить Хей Хей Крю Спину Пока Они Постоянно Отбиваются От Вардруны Неплохи Такие стяжки Но Залить Урона В это Все Пока что Не хватает Хейт Крю Так А вот И Ликвид Ликвид Пришли И Хейт Крю Понимают То Что Нужно Как-то Им Регрупнуться Видите Они Чуть Отступили К замку Собрались Перед Воротами Будут Отбиваться С этой Позиции Чтобы Плюс Минус Хотя Б Враг Всегда Был Спереди А не С двух сторон Атаковал Че-то Разные Кланы И Бьют И Еще Глядишь Плюс Может быть Вардруна И Ликвид Начнут Би друг друга Потихоньку Потихоньку Хейт Крю Теряются Больше Юниты Кстати Смотрите Они Сейчас Похожи Такие Будут Додавлены Так Куда Дис Ликвид Ликвид Зачем То Развернулись Ой Ой Не Был Отличная Возможность Сейчас Гарантированно Вместе Давить Хейт Хейт Крю Но Этим Не Воспользовались Почему То Они Ушли Обратно Вардруна Смотрите Идут Уже В атаку Да Все Активнее Прессингуют Хейт Крю И Если Сейчас Поторопиться Дожать Основную Часть Чтобы Не Успели Хейт Крю Вернуться Из замка То Все У них Будет Неплохо Так Так Ликвид Ушли С кем Они дерутся Вообще Вы знаете Что я думаю О Драках Вне Пвп Зоны Во время Осад Даже Не между Осадной Зоной И городом Они Что-то Очень Странно Очень Странно За кем То Забайтились Это клан У нас Клан Империум Здесь Ну окей Окей Так Что происходит На руне Тем временем Смотрим С твоей Вет Все качаются Ну Можно Два Часа Наверное Не качаться Пока Осады Идут Первые Осады На хатте Тем более Так А на руне В трибунал Поставили Свой следующий Флаг Он пока Что Целый И воюет Срого Ну кстати Не так уж Плохо Воюет Да Окей Они Умирают Больше Но очевидно Трибунал Умирают Чаще Но пока Все что вокруг него Жаль что Трибунал Его сдали Вообще Надо было Где-то Флаг Ставить Ну здесь Подальше Чтобы у тебя Было пространство Перед ним А не просто Отдавал его Роа По сути На растерзание Ну и теперь Таки похоже Роа Додавливает Трибунал Ну да Они уже давно Не встают Кто-то там Отпырился И Очередной Флаг Сейчас будет Сломан Дион уже Касанули Дион касанули Да Очень быстро На хейт крю И на них Пока он остается Напоминаю на стрим Задержка Две минуты Не забывайте Про это Что-то пишите Ждете Моего ответа Так Что происходит На Дионе Возвращаемся К нему Тут постоянная Заруба Хейт крю По-прежнему Отбивается Что-то И стал совсем Мало А Или Непонятно С кем Дерутся Вардроны Так Здесь Клан Инферно Подошел Как Клан Больше Похоже На пачку Если честно Вардроны С ними Активно Дерутся Хотя Хейт крю Уже Тут никого Не осталось На самом деле Пора Доломать Как минимум Вот эту Створку Которую Осталось Только Плюнуть И она Уже Отвалится Давайте Хорошо Кусаются Неплохо Роняю Ро В ответ Да Но В какой-то Мент Просто Перестают Ресаться Я не знаю Может быть Они там Кто-то Даже Со штрафами Остается Вот Люди Просто Не снимаются Эффект Смерти На поле Боя Пят Уровне Товарищ Это же Просто Смерть Но Почему Светок Не съесть И не Снять Его Я не Понимаю Вот И в принципе У тэшек Тоже Такое Бывает И Да Фармив Штрафы Перестав Нормально Ресаться Потеряв Пространство Вокруг Флага Ты Уже Пвп Проигрываешь Продолжают Прессовать Хейт Крю Справа Слева Их Атакуют Вардруны Друг друга Они Особо Не бьют Ну как Кто-то Видите Таки Агрится На Вардрунов Хотя Казалось бы Враг Мого Врага Все дела Хорошо Залетают Ауешки Луков Но Только Че-то Не убивает Такой Неловкий Момент Ликвид Опять Отошли К своему Флагу Опять Регруппуется Боже А че Небеско Регруппуется Непонятно Вообще В чем Ваши Проблемы Жидкие Вернемся На руну Посмотрим Что происходит Здесь Пригруппнулись Литэшки В очередной Раз Ну а здесь Ро Ломает Флаг Это Видимо Уже Усильный Флаг Он Не так Быстро Падает Но Очевидно Что Ро Успеют Его Добить Тут Без Вариантов Т Уже Даже При всем Желании Не смог Никак Помешать Ну а потом Откат Флага Так А где ты Может они на Дион пошли Потому что Ну странно Их нету Их нету Нигде Вокруг Руны Может они пешком Идут Но долго Уже должны Пробежать А вдруг Они в плащ Слушайте Как вам План Ну нет Даже в воде Не видать А да Действительно Тэшки Пришли На Дион И Похоже Испортят Сейчас веселье Всем остальным Хех Тэшки Добили Вардрунов И Сейчас Проходятся По Хейт Крю Тут уже Больше Ликвидов Осталось Хейт Крю Видимо Уже Регрупнулись Замки Готовятся К бою Там Да И правда Тэшки Испорт Терри Веселье Всем Этим Ребятам Вряд Ли Сейчас Довольны Ситуацией Так Терри 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 они сосредоточены надо просто активно их принимать есть много сильных тагов, но они тупо не апнули пятый уровень клана, потому что не били очки твинками, но посмотрим на следующих осадах наверняка если к ним папу больше пятых уровней то добавятся еще дополнительно другие замки для осады ну и сложно сказать, что так сильно если он за 3 месяца не смог апнуть пятый уровень окей, да, для этого там нужно частично сидеть на твинках и так далее но серьезные кланы готовы этим заниматься и занимаются простите, но там за первую неделю клан третьего уровня появился, когда какие-то чуваки решили просто моментально максимально быстро его апнуть да, и потратили на это кучу на самом деле времени и сил, но они это сделали и успели получить херафеста за первую неделю роа идут на дион вот теперь будет интереснее всем, наверное, тут прям должно быть дикое мясо посмотрим, что этого получится пока что тэшки побивали хейт-крю ну и по сути зачищают почти всю пувазону а вот роа, да роа пришли также на дион пока в составе двух пачек посмотрим, что они смогут таким составом сделать нет, не две пачки больше еще как минимум, вон, две пати подтягиваются слева вообще нафиг тэ приперлись на дион ну, в принципе, было ожидаемо, да что если тэ придут на дион то и роа придут на дион поэтому весьма сомнительная штука а может быть это был байп может быть они специально это сделали чтобы выбанить роа и пойти на руну смотрите, тэшек в замке нету да, есть подозрения я очень надеюсь, что они это сделали тупо с целью отвлечь роа и прилететь на руну вот они, да, слушайте, неплохо окей окей, задумка удалась успеют ли, правда учитывая, что роа сейчас быстро накастует свою взаиму очень быстро через рамон летят ко входу в пвп-зону но у них будет время то есть, да, смотрите они действуют быстро не тормозят а вообще даже не ждут сейчас тех, кто добегает и из этого что-то может получиться решение моста занимают роа но сейчас они здесь не все так, и роа предпочитают сами пойти в атаку видя то, что тэшки еще не собрались дают валор под ним под церестилами забегают на расширение хотят зайти за спину своим врагам так, ну и конечно неприятно тэшкам умирать без флага теперь даже не порезаешься кроме там саморезов, перьев и прочего которые мы видим, но не используют их тэшки что-то роа, конечно, умирают но, опять же, куда куда менее активно умирают, да? и в итоге планомерно продавливают трибуналов так, а Дион, интересно, успели забрать или нет? по идее не успели трибунал ничего с ним сделать он так остался на хейт-крю да, все так ну, трибуналы еще сопротивляются, но можно сказать, что уже из последних сел таки роа побеждают в очередной раз трибуналам явно нужна помощь в одиночку справиться со столь грозным противником, как Рейса Фабиаса мне удается так, а мы возвращаемся смотреть, что происходит на Дионе тут должна была продолжиться эта веселая чехарда войны всех мидл-кланов между собой смотрим в Ардруна заходит замок как это смотреть? не нравится, не смотрите что я могу сказать? стрим классика уже был, закончился да, теперь началась лютая движуха уже в тронке Диона здесь в Ардруна и Ликвиды и в Ардруна, в принципе, побеждают а где хейт-крю вообще? говоря, спрашивается возможно, они в отстойники и скоро телепортируются ждем, смотрим, что происходит в кастовальне давайте посмотрим да, Ликвиды умирают в Ардруна выигрывает ПОП а в кастовальне меж тем, остатки Ликвидов еще живы представителей клана хейт-крю не вижу вообще что-то Туарк-лучник так вот 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 Кристалл добить, непонятно, зачем его Стреляют, наверное, Те чего делать, да, и Лидер клана в Вардро, Хаос, уже кастует Руки на нем висят Нужно максимально Его закрывать, спасать Танк тоже на месте Ну и похоже, слушайте, они похоже Заберут даже И тут пришел Один товарищ, просто кинул в него камнем И каст сбит, надо начинать По новой, и это плохо Нужно активнее закрывать его Всевозможными Клинцами Только героев в Требнал в 4, мы уже посчитали Так Больше третий каст уже прошло Важно, чтобы Вардруна Прикрывали своего кастера Еще на подходах, да, то есть Должна явно быть какая-то защита В тронке, она более-менее есть Я не сказал, потому что сильно большая Но нормально Главное, чтобы сейчас Хейт Крюни Не портанулись внезапно Тогда будет неприятно А вот Тащим-то и они, окей Еще треть каста остается хаосом Мне кажется, он не успеет Есть такое подозрение Прямо что-то Да, сбивает ему каст Да, каст ему сбили Црестил не помог Дали его то ли поздно, то ли И по нему успели сбить Бывает, окей И теперь нужно Нужно воевать Да, хаос это понимает Тоже идет в атаку Сейчас закставать никто не даст Нужно убивать Хейт Крю Сейчас было бы очень удачно Если бы еще и Ликвид пришли Вообще бы замес непонятно начался Так, смотрите Снизу не осталось никого Из Хейт Крю Куда они всиделись? Все поднялись на балконы? Ну, похоже, да Вот здесь они бегают Все ушли В кастовальне В кастовальне Ну, и похоже, да Смотрите, Хейт Крю Таки убили Убили Вардрунов Тут подтянулись Ликвид Ну, похоже, там было Меньше одной пати даже Ликвид Там какой-то кто-то бегал Ну, таки по итогу Хейт Крю Очень удачно успели Протануться В замок Не дали завершиться Касту Вардрунов Если бы, кстати, каст не сбили А то успели бы до кастовать До порта Хейт Крю А вот теперь большие проблемы Надо снова как-то убивать Хейт Крю Срочно нужны трибуналы Да, похоже Так, кто опять врывается? Врывается На этот раз Ликвид Окей Или как-то под Слестилом Что они хотят? Они хотят Кристалл сломать, что ли Сзади который А кристалл уже и сломан На самом деле Это какой-то просто Маш-бросок вокруг замка Окей Окей По закону жанра Сейчас должны ворваться Так же и Вардруны Хотя им, наверное, нужно Чуть больше времени А вот тащим-то и они Уже пришли и воюют Против Хейт Крю На внутреннем дворе Слушайте, вообще классная движуха у мидл-кланов Да, вот так сможет Постоянно идет война Понятное дело, что Хейт Крю сильнее Они сильнее, явно, чем и Вардруны И чем Ликвид Но учитывая, что их постоянно Атакуют вот с двух сторон Им Таки потно И, похоже, всем тут весело Если сюда не будут приходить Роу с трибуналами То это тут прям будет сочная заруба Периодически еще появляются Какие-нибудь там Инферно здесь Да, Империум Конечно, Империумов совсем мало Инферно, ну так Плюс-минус Фрэнс вот почти не видно, да Это то ли второй состав То ли союзники Ликвид Потому что они в одном альянсе Но как-то их совсем мало И они часто появляются поздно Где-то сзади И Непонятно, что это за ребята Учитывая, что клан пятого уровня Все-таки они сделали А где состав Где люди Так, ну такие хейт-крю Отбиваются, да А в очередной раз справляют Вардронов К флагу А где Ликвид? Вот серьезно А что они бегали вокруг в итоге? А толку-то Со всего этого Да, здесь же бегают ребята Из плана Инферно Но их мало К сожалению Представитель клана Golden Eagles Возможно пытался добежать До флага хранителя Чтобы поговорить с ним по квесту Но ему немножко не дали Этого сделать Вот тоже предстоитель клана Фрэнс бегает Но их прямо ничего-то не бегают По одному Зачем вы так делаете? Не надо так делать Так, вардроны Группнулись Давайте пока проверим Что происходит на руне Давно я там не был Ну, черт возьми Диоды правда интереснее Согласитесь сегодня Так, на руне Так, флагнуты Роа бегают Так, нарушение опять же Роа Тут явно не весь клан Где-то еще и вторая половина похожа Давайте поищем В самой руне трибуналов Да Трибуналы Регруппуются на выходе с руны Судя по тому, что Большая часть них флагнутая Похоже только только Закончилась ПВП И нужно немножко времени На реген Регрупп еще Товарищам Из трибунала Ну, тогда мы вернемся Смотреть его Там постоянно веселье Безостановочно Я бы сказал Так Вардроны опять похоже Поумирали частично Но довольно быстро Смотрите Вот эти ребята не тормозят Вообще классно делают Не тормозят Сразу же Бегут в атаку обратно Умер К флагу И снова в бой Как там В этом В фильме с Томом Крузом Говорил Умри Живи Умри Там и снова Живи Или наоборот В общем Вы поняли Экшен не должен Заканчиваться Ну, похоже Хейт Крю Опять отбились Само неправильно Сейчас сделали Что-то я В внутреннем дворе Перед ходом В тронку Хороший у них позиция Понимают Что стоять на перчатке Бессмысленно Враги могут просто Пробежать И занять места В тронке И принимают Здесь всех Все В замок заходят Через этот узкий проход И тут уже готовятся Их Хейт Крю Принимают готовеньких Что называется Видимо Еще один товарищ Пытается добраться До флага Но не так-то просто Нужно подгадывать момент Вот если меня кто-то Слушает сейчас Из тех Кто Находится в нейтральных кланах Не участвующих на осаде Очень хотящих Добраться до флага Чтобы Сделать квест на Нобл Вы ждите Когда начнется битва И во время Вот этой движухи Суматохи Шумихи Можно Можно неплохо Ворваться И спокойненько Пробежать Там под целестил Он по чем-нибудь Еще под баночками Ну вот как Вот этот вот товарищ Но он конечно Рановато пошел Интересно Добежит ли Давайте Давайте будем За него болеть Все Заканчивается Целестил И вот Его принимают Добежать Ему не дали К сожалению Очередная атака Вардронов На Хейт Крю Ну и Ликвид Бьет сбоку Хотя Ликвид Как-то Как-то Такие неуверенные Ну Не мог нормально Атаковать Они держат Максимальную дистанцию Кого-то там Понемножку Отстреливают Но вы видите То что Ликвид Гораздо больше Отстреливают Своих юнитов Из-за Из-за этой тактики О Железобетонного Поймали Давайте Хотя бы Его убить Тогда уже Если он так Хорошо подставился Но боже Это Бесконечно Живущий танк И просто Не могут Выбить Всем клана Вот По сути Бюту реально Всем кланам И он сейчас Просто еще На ноге убежит Красиво Красиво Так Так Ну сейчас даже неплохо получается у трибуналов Потому что потихоньку они таки Роа продавляют Заставляют их отступать Но понятное дело это происходит потому что Роа здесь в принципе не так много И просто числом трибуналы пока что давят В основном из силы Роа вот они Где кстати они очередной флаг поставили Трибунал окей С флагом может что-то получиться Смотрим Заходят на решение Они так активно и встречают здесь Роа Тут в принципе Роашников по-моему маловато Вот если сейчас грамотно Отрежут, поубивают Ключевые таргеты Клан Райс и Фабис То у Тэшек все может получиться Дает мастрец, встают Надо вставать, хоть и больно вставать надо Тут конечно такая могила жесткая Надо разойти с этой Не тормозить Ну вы смотрите Просто Тэшки, но вот эффект Штраф смерти остается Чего же они их не снимают Это грустно Да, и вот казалось бы Сначала было неплохое для Т Но видим то, что Куча трибуналов уже мертвы А Роа как стояли И стреляли Так и стреляют Тут вон Тяка конечно сбоку Пытается нарезать со своей пачкой Но этого недостаточно Потому что у него уже Половина клана поумирала Пытается встать к флагу Но на флаге их тоже просто хоронят Хоронят массухами Он даже тут без бафа умирает Как вообще это происходит Непонятно Так, пытаются встать Но нет Встать уже просто не дадут здесь к флагу Надо возвращаться в город Готовиться к следующему рашу Этот уже провалился Очередно Но начало было неплохим Что скажешь про скиллы без отката Это уже пофиксили Еще в четверг Провели внеплановую профилактику Чтобы это исправить Так, и теперь ломается флаг трибунала И да, разумеется Трибунал не успеет вернуться Чтобы его защитить Увы Так, Дион Очередной регрупп от жидких Вардрун на небольшом количестве У своего флага Тоже он в виде Без бафа Мертвый представитель клана Франц на подходе Но И похоже здесь у Хейт Крю Все плюс-минус под контролем Ловят они загулявших По замку Вардрунов Хавк встал и ушел в Хейт Окей И отвертый клана Франц находит Все плюс-минус под контролем И отвертый клана Франц находит Ну и у Хейт Криво, по-моему, впервые за сегодняшнюю осаду появилось немножко времени передохнуть, да? Их перестали прям постоянно атаковать. Похоже, что Ликвид и Вардрун решили подраться между собой. Смотрите, Ликвид пошли ломать флаг Вардрунов зачем-то. Вообще непонятно зачем. Особенно учитывая, что Вардрун уже... Что он откатился, мы смогли поставить новый, если вдруг понадобится. Ну, такое. Так, и похоже, Вардрун нужно ли группаться в городе. А, смотрите, так, окей, Ликвид развернулись. Типа, черт с ними, с Вардрун. Пойдем-ка мы давненько, давненько мы с Хейт Криво не воевали. Решают они и идут ломать вторую створку. Че? Ну, азиат. тут конечно у liquid как-то вообще без шансов да и даже не дает выйти внутренний двор диона просто на подходах принимают крю и вынуждают отступить кто вдруг таки рискует зайти те умирают или вот так убегают на последний хп что это за игра это линейдж 2 обновление орфен основная версия игры так мы ждем игру патвардрон давайте пока вернемся на руну посмотрим что происходит там небольшое количество трибуналов они отправляются пешком к пвп-зоне окей значит видимо основные силы трибунал уже здесь должны быть смотрим так мертвые кота а руну вроде мясо но нет видим то что тут все под контролем уро ну и надо возвращаться похожий дион так по пвп-зоне диона опять бегают ликвиды и кого-то поймали убили но ничего страшного этот представитель клана хейт крюпост встанет замок и снова будет в строю хотя там сейчас респаун долгий но да ладно так а вот трибунал опять пришли на дион интересно это снова байт снова будут на себя таким образом рова сюда перетягивать посмотрим ликвид к этому вообще похоже не были готовы они искренне удивились как начали убивать активно такие чувствовали себя королями пвп-зоны как тут на них прилетела и даже попариться не успели отойти никуда потому что вообще не видели что у них движутся толпы тэшек красных ладошек так и на месте хейт крюп по моему стоит час отступить да немножко переждать бурю пока что пришли тэшки дождаться роя и самим на день просто ныкаться в замке избивать касты если вдруг это понадобится наверно это был бы сейчас лучшим решением для клана хейт крю но они пока дерутся а сейчас на мэне топовый бафер сам универсальный и самый пве ориентированный но пве ориентированный это определенно пп да а пвп ориентированный это свс целом сильные пачки стараются иметь и того и того так но и планомерно хейт крю умирают тэшки выиграют пвп выиграют пвп Продолжение следует... Продолжение следует... Заходите, смотрите лайки и так далее после... Ну, завтра я добавлю тайминги в комментариях. Так, Тэшки занимают тронный зал. Но при этом, смотрите, Тэшки не заходят в тронку. Тронку держат хейт-крио, и они просто здесь встали. Такую оборону. Да, похоже, это... Байт на Ро. Тэшки пришли за этим, кастуют ПР и их держат Ро. Смотрим. А нет, смотрите, не все Тэшки улетели. Это была только одна пати. А остальные продолжают зачищать по П-зону Диона. Поэтому сам замок они пока не спешат захватывать. Но им, очевидно, не нужно пока захватывать Дион, да? Чтобы не терять возможность ставить флаги и прочее на руне. То есть если Тэ и стоит брать Дион, да, то где-то под конец осады пытаться. Я думаю, что все это отлично понимают. Так, ну где же Ро? По-моему, им пора бы уже прийти. Но как-то пока без них. Ну а Хейт Крю все еще ждут, когда кто-то к ним придет. И вот неожиданность, да? Никто до них добраться сейчас не может. Трибуналам это не нужно, а остальные не могут пройти через трибунала. Такие пришли, пришли запротехтить. Вот так это выглядит. А вот, между прочим, и Rise of Abyss. Пока что в составе всего одной пати, я думаю, окей. Ну вот, я понимаю, что тут надо, ну, отступать бессмысленно. Слишком мало Ро пришло. Нужно обойтись на большее количество рвашников по УП-зону. Ну и опять же, пока флаг откатывается, да, то есть на руне им особо делать нечего. Поэтому все неплохо. А, смотрите, пришли вардруны и просто пытаются поцелестилами сбоку пройти через трибуналов. Типа, вы там давайте воюйте с Ро, а мы пойдем, у нас своя борьба с Хейт Крю продолжается. Стартовать сейчас лучше на Хац или все-таки Айлен? Ну, зависит от того, если вас ждет знакомый. Знакомых нет вообще нигде, то, конечно, Хац новый сервер, да. Тут куда больше новичков во всех локациях. Вам будет проще найти с кем прокачаться, да, и найти себе консту, наверное. Да и онлайн выше, очевидно, да, на Хац, потому что тоже новый сервер. Но, с другой стороны, если есть знакомые на Айлене, Эстусе, Элькарде или где-нибудь еще на Блэкберде, то лучше сортовать. Либо что-то осталось, да, там давно напереграли, забили когда-то там, не знаю, год, два, три назад. Неважно. В общем, если где-то можно стартануть не с голой задницей, то, очевидно, лучше стартовать не с голой задницей. Чтобы сэкономить кучу времени. Если же вообще нигде ничего нет, то, ну, Хатас, наверное, приоритетнее будет. Опять же, потому что здесь с новичкам сейчас уже проще. На старте сервера новичкам было тяжело, потому что там все блоки перегружены стартовые, да, и действительно там лодовая конкуренция за это все. И действительно многие советовали идти там на Айлен куда-нибудь еще на старые сервера. Типа там, потому что проще, быстрее и так далее новичкам, чем на свежооткрышемся сервере. Сейчас уже ситуация выровнялась, и, наверное, таких Хатас все-таки более. Интересно выглядит для новичков. Так, ну, Тэшки такие добивают Роа. Понятное дело, тут был явный значительный количественный перевес за трибуналами. И теперь надеемся, что придет больше. Больше Роа сюда придет. Круто, я зарегался, поздравляю, не забудь еще и канал зафоловить, сердечко прожать в конце стрима среди всех зрителей. Будем разыгрывать промокоды на две недели премиума в Inage 2. Оставайтесь с нами до самого конца, еще целый час. Ну, чуть поменьше, окей. Полоса до позади. Колесо за Реган на АД, на АД, на АСАД уже нет, только руны. Я уже сейчас не покажу, я не смогу это глянуть. Это я до начала АСАД открыл. Регу на Дион. Поэтому руну сейчас не глянуть. Лучше стартовать на классике. Ну, кому как. Ну, как. Классик, это больше про хардкор, про долгую прокачку, да. Основная же версия, это более казуальная такая, более инстансоориентированная, более, наверное, ПВЕ ориентированная, в том числе не без этого. И многие приходят сейчас поиграть чисто в ПВЕ Вол 2. Раньше это слышало бы даже странно, но сейчас это норма. Тут Зареган на руну, АТСА, основной клан на Дион. А что мешает Зарегать сразу на два замка? Они туда и туда Зареганы. И Ро тоже будет Зареган на Дион, пока не взяли себе руну. У них Рега после этого слетела. Прямо, смотрите. А, такое прям лучшее место для Ликвидов. Чтобы на горочке умереть, нашли место для флага. Очень незаметное, беспалевное. Ну, Тэшки сейчас, понятно, просто фанятся, вырезают всех, до кого могут дотянуться. Ну, потому что что им еще остается? Они ждут Ро здесь. Я очень надеюсь, что Ро придут, и у них появится возможность быстрого регруппа и как-то выиграть время для удачного ПВП на руне. Опять пришел один пак Ро. Ну, это слишком самонадеянно. Да, смотрите, кот. Я все объясню. Если что, на двух замках сразу? Серьезно? Окей, давайте посмотрим, что происходит на руне тогда. Да, то мало ли. Ой, трибуналы Сайрина. Откуда только нет трибуналов? Я даже не знаю, чьи это конкретно трибуналы. Судя по значку, это реневановские трибуналы, но на деле ХЗ и по Альянсу Айнхейт. Смор Реневана тут точно нету, насколько я знаю. Поэтому трибуналы, которые были на арене, они на арене, собственно, и остаются. Да, и правда, небольшое количество трибуналов развлекается на руне, пытаются, очевидно, кого-то тут повырезать. Вот Тильд загулял, запыкашил. Надо его убивать. Оказывается, такое. Хотя, поди, еще Херамагу-то убей. Дело не быстрое. Серьезно, ему считали Целеси, а он под ним убегает. Хорошо, в Асперикс выбить Оргат Целест. Добьют, как вы думаете? Делаем ставки. Выживет ли Тильд? Блин, он просто бессмертен. Поймал Стан? Ну ок. Так, и Ро идут в атаку. Блин, бессмертный Херамаг, это жестко. Очередной Валор. Ну, Ро, все могут позволить разменивать Валоры, вообще просто не глядя. Ресвит Увизибла. Так, ну, Трибунал тут развлекаются, конечно, да? Но в целом ПВП-то они проигрывают. Даже этим небольшим составом. Весьма локальные. Как бы по констинкту делает больно. Вернемся на Дион. О, а здесь чуть больше Роа, похоже, пришло, да? И тут тоже война Трибуналов с Роа продолжается. Хейт Крю тут просто чувствует себя, зря они вообще лезут. Ну-ка, железобетонный будет таким же бессмертным интересом, когда его Роа бьют? Нет, смотрите. А, это пока еще не убили, это просто опрокинули. Окей. Добьют ли этого танка Роа? Как вы думаете? Так, сбросил с себя таргет и давай бежать. Там впереди Ликвиды. Но Ликвиды его не убьют, мы это уже проверяли. А так ли он крут против Роа? Нет, Роа таки его добили. Хотя побегали за ним долго. В одних названиях на английском, а других на русском. Сколько вообще Трибуналов, знаете? Те, кто с этим кланом, даже на... Где? На Диспарионе, на Атланте были Трибуналы. Вот на Айрине Трибуналы, да, еще где-то были Трибуналы. Вот на Хатси теперь есть Трибуналы. Поэтому такая история про бесконечное название. Так. Внутри замка нету живых практически. Никого, как раз, из Тэшек. И здесь продолжается борьба, на этот раз Вардрунов против... Против Хейт Крю. Ну и, кстати, вы посмотрите. Вардруны, конечно, несут потери, но потихоньку-потихоньку они продавливают такие Хейт Крю. Если они будут, ну, активно вставать, да, резаться, у них должен быть еще флаг, по идее. Вставать под перьями всем, чем только можно вставать. То у них есть все шансы сейчас. На, тут опять Трибуналы. Заходит замок. На этот раз по правой стороне. И просто портит все опять малину Вардрунов и Хейт Крю. Как участвовать в розыгрыше? В конце стрима расскажу. На самом деле все просто. Дождаться конца стрима и не забыть зафолвить канал. Сердечко. Право в верхнем углу прожать. По сути, это все, что требуется. Ну и нужно будет, да, в конце стрима написать в чат команду для бота, чтобы он вас зарегистрировал на участие. Новый сервер. Ну, сервер HATOS открылся 3 месяца назад. 24 апреля открылся. Послезавтра будет ровно 3 месяца как. Да, и Трибунал наконец-то врывается в кастовальню. Им еще рано кастовать замок, если они собираются забрать Дион. Остает еще чуть меньше 40 минут до конца осады. Напомню, что каст 2 минуты, поэтому Трибуналам нужно максимально долго, ну, то есть в самом конце захватить. Чтобы, во-первых, иметь возможность драться на руне. Во-вторых, чтобы Роу, ну, не развязывать Роу руки. Чтобы Роу боялись и все равно оставлялись существенные силы на руне. Они приходили на Дион в большом составе. Другие замки показали, для осада стопно всего 2 замка. Для этой первой осады только Дион и Руна. Поэтому, собственно, их я и показываю. Аден, Годдот и так далее, на них осад сегодня не ведется. Они будут добраться постепенно, чем больше будут появляться кланов в пятом уровне. Ситуация такая, что сейчас, изменившись клановой системой, которая изменилась в предыдущем обновлении, очень сильно усложнилась прокачка клана. То есть теперь он качается куда дольше. Это, правда, долгая и сложная история. И в итоге вот за 3 месяца всего там 10 с небольшим кланов пятого уровня образовались. Которые, ну, минимальный уровень для участия в осадах. И пока решили из-за этого всего 2 замка для осад открыть. Чтобы была вот эта вот дверуха, да, чтобы люди постоянно воевали, чтобы была война. А не просто каждый клан с ними нашел по одному замку, сел на него и вообще ничего не происходит. Ну, более-менее, на самом деле, это видно, что удалось, да. То есть, действительно, на Дионе прям дикий движ. На руне, если бы трибуналы были чуть более организованными и чуть посильнее, ну, или бы Роа слабее, да, то если плюс-минус было бы равенство, то, конечно, вообще было бы классно. Но, к сожалению, Роа показывает, что они не намерены проигрывать. В полине челики? Ну, есть небольшое количество и в полине, да. Хех. Кто Дион держит? Да, Дион по-прежнему за кланом хейт-крю. Как вначале они осады его захватили, так и удерживают. А руну пока за райсов Абис. Так, а вот и Роа пришли. Опять они пришли составом, во сколько тут две пати, да? Или даже одна. То есть, пока это просто такие разведывательные отряды Роа, которые приходят больше пофаниться. Никаких других целей нет, учитывая, что на руне почти ничего не происходит, да, там такая минимальная движуха. Молосая. Неожиданно. То, понятное дело, что туда они пока развлекаются, и при этом приводит не сильно большое количество людей. чтобы руна была под надежной защитой. Да, и не забывайте, что на стриме задержка две минуты, поэтому ответ на свои вопросы вы можете услышать чуть позже, чем я на них отвечу на самом деле. Такая небольшая рассинхронизация у нас получается с чатом. Ну, что поделать? На всякий случай поставили задержку, чтобы никто потом не говорил, что что-то спалили, и кто-то из-за того, что я постримил, замка лишился. Максимально, чтобы все было честно. Так. Пошли пэры от трибунала. Интересно, всем составом они улетели? Похоже, что да, хейт-крю выходит из замка. Смотрим. Так. И вардруна в очередной раз идут в атаку. Ладно, смотрим пока на руну. Да, трибунал перетягивается всем кланам, на этот раз уже в руны, и будут пытаться дать очередной бой. Похоже, у них откатился флаг, и будут они пытаться его поставить. Суть не важна, что сервер новый и типа все равны, потому что всегда есть те, кто круче, задротится и так далее. Но так всегда было, как бы. Все адекватные люди это понимают, всегда понимали. Тут речь о том, чего вы хотите, да. То есть, если вы хотите играть на топовом уровне, то вам это должно вообще плевать. То есть, вам эти сайты даже не нужны. Вы отлично знаете, что, как происходит. Вы отлично знаете свои возможности, там, по онлайну и прочему. Вы отлично знаете конкурентов. То есть, ну, если вы играете на топовом уровне, то вам не нужны дебильные советы, на кой сервер идти. Вы отлично сами посоветовать можете, да. Если вы играете казуально, вам нужно просто, чтобы была компания, было с кем поиграть, против кого поиграть, то, разумеется, сейчас находятся ютубу больше, да, потому что пришла реально куча новичков, и вы вместе с ними можете играть. Вам есть против кого воевать, потому что есть куча людей, которые хотят то же самое, что и вы, да. Те же самые локации и так далее. Вам есть с кем, ну, с кем вместе играть, потому что есть люди одетые, как вы, да, и уровни вашего. Потому что, если ты придешь новичком на условный Айрен, в Полине, да, собственно, голожопик в Полине, там, 99 уровень, он тебя посмотрит, типа, как на дурачка, иди качайся, чувак, там, фарми, и потом мы, может быть, с тобой поговорим, стоит нам с тобой вместе играть или нет. Тогда как-то на Катасе, ну, таких, как ты, много, и вы найдете, вы друг друга найдете. И с кем побоевать, и с кем подружиться. И с кем подружиться. Го-по, разыграем в конце стрима. Как Катасада закончится, там и разыграем. То есть, ну, через полчаса. Что за трек, не знаю, ну, естественно, я не слежу за ним, да, это фришная музыка, тут, в основном, лук-хаш и нау-копирайт-саунс. Можете зашазамить. Например, если вам сильно интересно. Сейчас еще круче тот, кто богаче. Ну, это тоже всегда было, да. Кто-то берет за дроздцем, кто-то не тратит такое количество времени, но может себе позволить вкладываться в игру. Это в целом тоже, ну, ситуация нормальная и понятная. Так вот, разознай, а то про какие-то знакомства говоришь. Нет, ну, знакомство это другая история, да, это история о том, что если вам есть с кем играть и есть хоть что-то, то, опять же, разумеется, на старом сервере вам будет комфортнее, потому что вы уже будете не голожупиком у него сидят вроде в полине, да, а там в каком-нибудь хотя бы айдиусе и там с оконным бафером и чем-нибудь подобным. Тогда вы уже становитесь, ну, не таким бесполезным на старте, да, и... Опять же, значит, у вас там есть какие-то знакомые, кого можно напроситься там в пати, в клан и так далее. Вернемся на Дион, здесь, как вы поняли, трибунал опять не получилось. Как-то в этот раз прям вообще безидейно, на мой взгляд. Так, что происходит... Что происходит на Дионе? Клан Инферно пошел ломать флаг в Ардру. Ну, как клан, ну, это вот, да, видите, одна пати, их слишком мало для того, чтобы на что-то серьезное претендовать, поэтому они фанятся, где-то пытаются сбоку кого-нибудь пострелять. Так, Ликвид опять на своей волне, бегают вокруг замка, тоже кого-то убивают. С кем вообще дерутся? Вроде только одни и одни. Непонятно. на, оказывается, еще и Роу есть. Роу не стали реагировать, то, что Т пошли всем составом на руну, и у них просто осталась здесь одна пачка, которая продолжает воевать на этот раз с Хейт Крю. Хех. Ну, кстати, получается плюс-минус на равных. Такое дело, что Роу сами все сильнее, но Хейт Крю тут побольше будет, и в итоге видите, что война идет. Ну, интересно, ты вообще понимаешь, что у тебя на экране происходит? А сада у меня на экране происходит. А что я конкретно должен понимать или не понимать, на твой взгляд? Опять же, до поры до времени. Ну, само собой, со временем ситуация изменится, да, и там средний уровень и Квип Хадса ну, будет расти, да, и может быть когда-нибудь такие плюс-минус приблизиться к старым серверам. Но это произойдет не скоро еще. И речь же про сейчас, да, про условно сегодня дать совет, где поиграть. И пока что выбор очевиден. Да, ну и плюс не забывайте, что у нас тренинг сдержка 2 минуты, поэтому когда меня спрашиваете какой сейчас идет трек, он мог вполне себе уже и закончиться. Когда у меня спрашиваете. Так, ну окей, хейт-клю пока свой замок отбивает. Вообще, кстати, они классно действуют, да. С самого начала себе Дион застолбили и бесконечно за него дерутся. И до сих пор не удалось никому у него их отжать. Так, и вновь Тэшки вернулись на Дион. Правда, что-то их тут немного сейчас, да? Вообще, один пак пришел. Они теперь по очереди развлекаются. Пак Роу, пак Тэшек приходит. И весь фан остается хейт-клю. Ну да, у ребят сегодня явно очень веселый вечерок получается. Вот так вот. То есть, если вот я сейчас там решу вернуться, да, на майндер, я, скорее всего, пойду на Яскус, потому что у меня там есть и 99-ые чары, и шмот какой-никакой, даже немножко ап какого-то там осталось, в общем, то есть у меня хотя бы будет какой-то приодетый чар, не в полине хотя бы, да, а там в нормальном айдиусе хотя бы, с каким-то там более-менее стволом, и с этим уже можно играть. На хата себе у меня, конечно, этого нету. Так, что ж, тэнс, 25 минут до конца сада, интересно, решат ли тэшки, ну, пока вот тут как минимум нету тяпки, да, которые могут приставать, но решат ли они уже забирать Дион, или пока еще рано. То есть их-то план понятен, да? Но понятно и другое, что только стоит им забрать себе Дион, как Ро, просто придут сюда тут же, да, оставив там, не знаю, две дежурные пати на, условно, на руне, остальные в составе придут сюда. И приложат все усилия, чтобы тэшкам Дион не достался. Вот агетенчик, который мы всем подарили в форме сборной. Прикольные такие. Прошел десятый камень, что? Это кто сказал, бабку подъезд? В смысле, откуда вообще такие слухи берутся? Мне интересно, учитывая, что в игре этого нету, в Корее этого нету, в планах этого нету. Но люди уже придумали. Окей. Так, ну все больше и больше тэшки подтягиваются, они, по сути, зачищают замок по УП-зону. Так, ну и здесь же на выходе одна, видимо, все та же самая пати Ро, да? Лаки Скай. Пак Лаки, в общем. Так, там кто-то еще воюет, это... А, нет, не одна пати Ро, оказывается, есть еще. Две пати, три пати, окей, уже три пати Ро здесь. Ну и плюс-минус силы равны, да? Получается, сейчас пока война продолжается. Так, ну и плюс. Тут сейчас такой, на самом деле, очень тонкий момент для Трибунал. Нужно найти подходящий момент для каста, да? Вот им сейчас. То есть их план понятен. Ну и Ро тоже не дураки, они отлично понимают, что хотят Трибунал. Все видят то, что Ро сильнее, чем Т, да? Ну и, соответственно, планы надежды Т-шек на Руну уже практически испарились. Но при этом забирать Дион тоже нужно своевременно. Сделаешь это слишком рано, Ро придут сюда всем составом, и хоть ты костями ляжешь, но такие Ро тебя додавят, замок заберут на своих там твинков, либо кому-то подарят, не знаю, что уж они будут делать, неважно. Заберешь слишком поздно, то опять же Ро придут, и уже тебя просто даже забрать его первый раз не дадут. Поэтому, наверное, идеально будет где-то вот минут через 10 закастовать его уже. Чтобы вроде еще времени плюс-минус достаточно до конца осады, да? Но и уже на верхушку ты его забираешь, потом 15 минут там или 10 лечь костями, отдефаться, позбивать все касты, и вроде уже неплохо будет. В Корее есть 5 уровней больших, ааа, я что-то про это даже не слышал, либо забыл, не помню. Нифига, ну смотрите, просто массухами вырезают луков, конечно. Вот она разница в уровне эквипе, это жестко. Так. Не сгостовали замок? Да, да, за это время. То есть решили не ждать трибунал, и за 22-21 уже минуты до конца осады забирают себе замок. Окей, теперь нужно 20 минут его просто отдефать. Похоже, Ро уже потирают ручки и должны сейчас массово тащить своих воинов в Дион. Два классика, обновы во вторник. Да, во вторник 24-го обновления. 7 печатей. Сегодня стрим уже прошел, запись можете найти уже и на ютубе, под стримами и ссылочка. Я уже даже в чате кидал, могу еще раз закинуть. Вот, закинул. Да, и собственно, смотрите, как я и говорил, вот осталось две пати ровно, остается на всю руну. А ну окей, три. Все остальные, Ро, очевидно, летят в Дион. Ну и уже надеяться на движуху на руне, по-моему, поздно. Все, все, сейчас все, внимание к этому замку. Привет, как продвигаются дела с Л2-ареной. Привет, собрали, обработали весь фидбэк. Скоро будем общаться с корейцами о дальнейшем подготовке к ЗБТ. Ну, в общем, постепенно, да, но, говорю, все, в любом случае, не быстро ожидаемо, ожидаемо, что там скоро начнется ЗБТ и прочее не стоит, потому что тут еще много-много работ впереди. Так, почти доломали флаг Вардруны, но Вардруны, он наверняка уже откатился, смог поставить новый. И явно сейчас не Вардруны, это главная проблема трибунал, да, сейчас появится Роа, и вот она будет главная проблема-то. Субтитры создавал DimaTorzok так, а вот и Роа, и их все больше. Обрывается в ПВП-зону. Ну и остается 19 минут. Окей, с учетом каста еще 17 минут продержаться тэшкам смогут ли ваши составки? И как бы Хейт Крю, либо кому-нибудь другому Вардруне под шумок замок забрать? Хороший вопрос. Мне кажется, это будет дико сложно, то есть тут шансов конечно немного уже у мидл-хланов, когда начались разборки топчиков. Мидлам больно от этого. Но если, если там ребята умные, опытные и смогут подгадать момент, то кто знает. Что за хроники? Это 1-1 H2 Orphan, основная версия. Так, ну и видим то, что потихонечку Роа выдавливают трибуналов уже по сути в замок. Первый рубеж обороны практически пал. За минуту. Быстро. Зачем еще кастовать Дион? Если там Мамона нет. Ну, лучше хотя бы Дион, чем вообще ничего, да? Наверное, наверное, такова логика. Так, и Роа врываются уже в внутренний двор. Блин, огромные анимации щитов, это жесть, конечно. Так, у Т-шек пока что еще есть возможность нормально резаться и репортаться из замка, поэтому они должны сейчас сейвить свой кристалл как могут. Ну и просто тянуть время, вот серьезно. Им сейчас нужно выживать. Им даже не нужно убивать Роа, нужно просто жить как можно дольше. То есть бесконечно резаться там, прожимать бесконечное количество сейвов и защищать кристаллы, потому что если сломают кристаллы, то уже возник проблемы большие. Все, пока они живы, они тут касты сбивать смогут бесконечное количество времени. Роа, это, конечно, тоже отлично понимают, и им нужно максимально сейчас спешно ломать сопротивление. Вариант западают дать через месяцок, не это что. Это явно будет несколько месяцев, и несколько это может быть много месяцев. То есть тут все зависит от того, как быстро разработка возьмет, какие ресурсы это софт выделят на доработку YZBT, но YZBT уже нужно много чего дорабатывать. Смогут, смогут. Чатик верит, например. Посмотрим. Слушайте, ну окей, второй рубеж обороны трибунала держат дольше. Еще и кристалл жив, едва побитый, и пока они живут неплохо, да, ворота половинчатые, наплевать пока на них. Нормально, трибунал держится. Окей, они умирают, но вот видите, тут масс-реса и продолжается война. Неужели нельзя лучше графику сделать? Нежелательно. Я специально сделал минимальную и максимальную прорисовку, чтобы было лучше видно. Вы же не на красоту смотрите, да, а на сами осады. И тут уж лучше, чтобы было побольше ФПСа. Так, 15 минут до конца осады, еще 13 минут надо подержаться Т-шкам пока. Их, конечно, продавливают, но очевидно, да, то есть практически уже пал второй рубеж обороны. Сейчас добьют последних Т-шек, быстренько ломают кристалл, ломают ворота, вот они уже пошли ломаться. И рапсодии пошли. Просто ФПС, они даже решили забить, похоже, на кристалл, типа черт с ним. И просто будут, наверное, принимать Трибуналов на порте в тронку. Так, ворота в тронку сломаны, Трибунал готовится к защите. Заняли позиции, Роа врываются. Нужно максимально, да, опять же, не пускать их тут, вот заливать просто максимум урона в этом проходе. И хоть кого-то убивать было бы неплохо. Ну вот, смотрите, да, понемножку Роа, кто у них паки послабее, так и умирают. Вот. Так, ну и пока под очередными масс-ресами Трибунал живет. Эх. Ладно, часы всего минуту прошла. Как медленно идет время-то под конец. Ведь это, по сути, предпоследний рубеж уже обороны, который остался в Трибунал. Дальше только кастовальня, где нужно будет костями ложиться, там, не знаю, разрезываться, постоянно сбивать касты. Это уже такая история очень рисковая. Железобетонный побежал. У него есть свой план. Он хочет вернуть замок на хейт-крю. Не так долго его держали, не чтобы под конец Трибунала пришли, у них его забрали. Смотрим, что внутри. Железобетонный пришел такой. Покастовал. Он, кстати, интересно, кто лидер клана хейт-крю? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, кто бы не был, железобетонный самый жирный там товарищ. И хорошо бы, если бы он мог костить. Его сложнее убить. Так. И теперь Трибунал вырежет насыщаться еще и от хейт-крю. А Ро продолжают планомерно зачищать тронку. Заберут вот уже. Уже в чате появляются противоположные мнения о том, что роботики додают так и тут ликвид врываются даже в тронку. Такие вообще на покер-фейсе на самом деле бегут. Мы вообще мимо. Не обращать на снимание. Народ на хатсе, а вторник Талеки Тайхи ждет. Будут? Я не знаю, честно. Говорю, я не интересуюсь особо вообще вопросами обновления магазина. Меня это сильно не касается. Анонсы, новость с этим готовят к Аймарчам, поэтому можете лучше у нее узнавать. Фирм на танк прошел позорно. Ну, бывает иногда. Кстати, смотрите, да. Похоже, репорты от трибуналов. Их, конечно, знатно стягивает, но они живут. Балконы за Роу, но с другой стороны, тут не так много Роу осталось живых. Это хорошо. Похоже, Роу придется регруппаться сейчас, да? Регруппаться и следующие волны. А вот, похоже, она. Уже Лаки врывается. Роу готовят следующий заход. Ну, что-то пока немало народ регруппнули. А времени все меньше. 11 минут до конца осады. Пока вот трибунал получается. Окей, тяжело. То есть, ну, видно, что это тяжело им дается. Они, правда, умирают гораздо больше. Надеюсь, что ребят хотя бы прожимают... Прожимают свиточки от штрафа. Нет, не все. Блин, я бы вот, будучи Кэллом, либо даже просто мембером клана, забомбил бы на всех тех людей, которые вот так вот бегают с эффектами смерти. Чуваки, от того, что вы прожмете гребаный свиток, зависит, кто захватит... Где же мы замок или нет? Вы не можете это сделать. Как вообще это происходит? Непонятно. Так, хорошо. Пока что трибунал отбили тронку. Могут заново ее тут укрепить сейчас и готовиться к следующему рашу со стороны... Роа. Кристаллы целые. Вот их спасает, на самом деле, очень странно, что Роа заигнорировала кристаллы. Они, похоже, рассчитывали на то, что вообще будет их зекатка, и мы, типа, такие сейчас проедемся катком, потом еще раз на уезда фармим всех, кто телепортируется из отстойника, и, типа, замок наш. Но нет, не вышло. Трибуналы не так просты. Что за одного вторника? Вторник обновления на классике. До конца осады 10 минут остается. Трибуналы не так просты. Времени остается все меньше И вот сейчас уже Роа как-то действует Вот этот вот товарищ Что здесь делать? Или это Фантом? Да, похоже, это Фантом Нужно сейчас собираться И на какой-то финальный раш Роа собирает максимальные силы Похоже, вот и он, да, мы уже наблюдаем, что Роа подтягивается значительными Своими силами, сейчас нужно, наверное, собрать всех, не спешить Там, с криками Лерой Дженкинс не стоит Бегать по одной пачке, они уже Поняли, что в целом трибунал это огрызается И довольно жестко, и все-таки хотят замок себе удержать И сейчас нужен прям хороший Четкий выверенный раш Ну и главное успеть, потому что 8 минут до конца осады 2 минут на касс 6 минут до, чтобы задавить Целиком все сопротивление трибуналу 6 минут надо прижаться Т-шком Это реально Так, смотрим, пошло Пошел раш от Роа Очевидно, последний раш на этих осад Ну и сейчас Главная интрига Уже остается 7 минут до конца осады Время на стороне тэшек И Роа нужно действовать прям очень четко То есть, я не знаю, тут нужно Быстро захватить балконы Четко зафокусить Просто максимум там массу Хао Е Точные, точные урона В топ-паке тэшек Такие две штуки есть И успеют ли И Т тоже отлично понимают У них подкатываются там Какие-то скиллы У них еще есть наверняка там Все возможности порезаться И нужно ими пользоваться Еще есть последний рубеж обороны Люди стоят в кастовальне Готовятся принимать Если вдруг кто-то туда рискнет прорваться Наверняка сейчас будет Какая-нибудь опять попытка Прорыва от хейт-крю, например Ждем Ну нет, смотрите Т держится Похоже, похоже У Роа ничего не выйдет Раздавить тэшек не вышло И это, кстати, здорово Ну, было бы совсем грустно, согласитесь Если бы Роа тут вообще просто Лишили трибунал шансов Тогда стало бы грустно Вообще до судьбы сервера Ну нет, трибунал Да, окей Ну, как бы эти сады показали Что тэшки сейчас слабее Им и с организацией Есть некоторые проблемы Да, и явно Что у кого-то там опыта не хватает Я не знаю Желаний, интереса Даже банальные свитки есть Да, и вставать Когда нужно вставать, арестаться Ну и там разница В эквипе, понятное дело Что у Роа с этим все чуть-чуть получше Но, но Все не так плохо И если тэшки продолжат набор Своей ряды Возможно с кем-то заключат союз Какой-то хотя бы временно стратегический Против Роа То все может получиться Какой-то прям сильной доминации Со стороны Роа нет Но это уже здорово, я считаю То есть как бы Опасались все худшего Но худшего не случилось 3 минут задержка 2 минут задержка Ну там плюс еще секунд 15 Наверное А есть не за того Какая была задержка Да Серов твича Что ж 5 минут для конца осады Ну и уже очевидно Что Роа не смогут Нахватить оба замка Вообще конечно жаль Наверное что Ну В итоге Медлы Которые тут так бодро и классно воевали Остались не у дел Думается у меня в следующих остатках Появятся еще замки Где уже будет возможность У метлов помеситься Потому что Ну так же вот понятно Да Мы даже видели Когда Роа приходили Роа Даже их там Сильнейшие паки Не могут Каких-нибудь там Хейт Крю Переехать Да В один там Два пака Все равно Хейт Крю Очень достойный Классно дерутся Да И они даже И тэшкам давали отпор Более-менее Неплохой Есть кланы Чуть-чуть похуже Чем Хейт Крю Да Это вот эти вот Вар Забыл просить Как их зовут Ликвид Которые Чуть-чуть уровнем Пониже Есть реально Какие-то там Кланы четвертые уровни Которые еще до сих пор Не апнули Пятые Наверное К следующим остатам Появятся И в общем-то Пока на Хатасе Все классно Хочется отметить Да Ну и Роа Уже тоже все понимают План максимум Выполнить не получилось Это с одной стороны Грустно Может быть для кого-то Но Думаю что они тоже Не сильно расстроены Рун свои не забрали Ожидаемо Дион не смогли Но типа И ладно Ну и что Ждем Конца осады Три минута До конца Финальный замес Который уже По сути Просто Замес ради замеса Самая веселая Что только может быть Пожалуй даже Залью запись Этого стрима На ютуб Все таки Первые осады И получились Весьма неплохими Я лишь могу Но по итогу Во-первых Пожелаю действительно Трибуналом Набрать себе людей Очевидно Стоит похантить Какие-нибудь пачки Перспективные У других тоже кланов Да Потому что Ну откуда еще пачки брать Чтобы были прям хорошие Явно Ну Полезный опыт Для самого клана Т Должны быть Пройти серьезные ПЛки С разбором ошибок Что пошло не так Дать втык всем Кто косячил Такие тоже были Куда же без этого И тогда Глядишь на следующих Осадах Смогут куда лучше Выступить Ну какой-нибудь Союз Вот серьезно Союз Например Тэшек с Хейт Крю Это уже Что-то близкое К Ро Получается Действительно Можно поверить Что эти два клана Смогут дать Хороший отпор Ро И даже победить Ну Во-первых Не знаю Какие там отношения Между собой И Насколько я слышал Плюс-минус Нейтральные То есть Ну теоретически Там нет По крайней мере Какого-то рютного Холивара Который бы стоил Всем Любых отношений Договоренности Поэтому Можно Можно и подумать Над этим Почему бы и нет Это явно Пошло бы На благо Серверу Хотя Кланы редко Думают о благе сервера Обычно Кланы думают О своем благе Ну да ладно Пожимаем Как говорится 7 минут до конца И Осады Завершились Клан Трибунал Завоевал Замок Дион Клан Райсфабис Завоевал Замок Руна Поздравляю И с этим Классные Осады И вот они Первые осады На хадсе Завершены Спасибо всем Кто участвовал Спасибо всем Кто смотрел По-моему Весьма Таки Неплохо Вышло Честно Я опасался Худшего Но получилось Окей Так Весьма Ну и Самое главное Да Сейчас опять же Обновление Орфен Куча возможностей Для прокачки Это x2 Ивент Еще до сих пор Есть Это классно Потому что Есть возможности У всех Прокачаться Как следует Хотя бы 105 Я думаю Что пора бы Ужапать 7 Понятное дело Что даже У Роу Еще наверняка Есть люди Которые Не опнули Самые 105 И Про остальные Кланы Вообще Молчу И Хорошо бы Хорошо бы Втопить Хотя бы 105 А там уже Дальше Еще интересные Уровни Появляются И Которых Тоже нужно бы Докачиваться Что ж На этом Прощаемся С ютубом Спасибо всем Кто смотрели Лайк Все дела Не забывайте Подписки И так далее И давайте Будем Разыгрывать Промокоды Теперь уже Под конец Продолжение следует